Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Не мог не посмотреть фильм «План побега». Почему? Потому что я, даже его посмотрев, не могу сказать, кто круче, Шварценеггер или Сталлоне. Хрен его знает, оба дико крутые. Я заранее, еще до того, как шел на фильм, уже знал, что тот, кому этот фильм не понравится, я рот обоссылал того. Значит, в чем суть фильм? Сталлоне, дико крутой тип, может убежать из любой тюрьмы, тем и зарабатывает. Садится, пойдет в документы, он убегает. Но тут его подставили и закрыли в тюрьму, и, блядь, вообще упаковали. Все, съебаться очень тяжело, там он увидит Шварценеггера, все, они начинают тусоваться. Блядь, фильм реально крутой. Тем, кто сидел, он особенно понравится, тем, кто сидел. Несколько неточностей и, как бы, таких, может быть, рекомендаций. Из всех тюрем американских сбегают люди, потому что начинают друг с другом общаться, совещаться, какие-то разговоры, движухи. То есть, что у них обязательно, даже если тюрьма незаконная, нелегальная, блядь, любая, это полукамерный режим, полутусовка в общем блоке, где все и, собственно, и происходит. Деление на банды, драки, распространение наркотиков, передача запретных материалов. Короче, ну так, может быть, от себя, если хотите, чтобы заключенные не убегали, блядь, пусть сидят в одиночных камерах с доступом к обучающим программам. Все, человек обучился, все выходит, вот не справившимся. Здесь, значит, самое главное. Дальше, что я от себя увидел, ну, в принципе, да, заключенно воет два человека. Здесь что-то один особо опасный, все время два человека воет. И что самое интересное, блядь, вот что меня дико шокировало, в этом фильме нет стукачей, никто не стучит администрации. Блядь, это самая основная проблема для заключенных, это стукачи. Уши, глаза администрации, это стукачи. Ни видеокамеры, ни надзиратели, которые ходят, смотрят, что там, кто делает, оп, нихуя, стукачи. Гондоны, которые за дополнительную порцию хлеба, за порцию, может быть, каши дополнительной, может быть, за пять минут разговора по телефону с домом, готовы сдать кого угодно. То есть, в этом проблема обычная. Здесь этого нет, неточность. Ну и порадовал, конечно, Шварценеггер. Посмотрите фильм, он подошел к Хачу, который там молился, говорит, знаешь, я твою маму рот ебал. Прям вот Шварценеггер сделал это, подошел Шварценеггер, вообще красавчик. Смотрите фильм, не пожалеете. До новых встреч.